Здравствуйте! На телеканале Актис Новости в студии Данил Недзельский. Сегодня выпуски. Готовимся, чтобы спасать. В школах и детских садах Ангарска прошли всероссийские учения по антитеррористической защищенности. Ремонта так и не дождались. Клиенты одного из ангарских автосервисов полагают, что стали жертвами мошенничества. В ногу со временем. Многофункциональный центр Иркутской области запустил новую форму приема посетителей. В преддверии нового учебного года во Дворце культуры «Современник» состоялся муниципальный межведомственный августовский педагогический совет. Большое внимание уделили безопасности обучения и введению новых дисциплин. Вы идете не просто, скажем так, вровень со временем. Вы на полшага зачастую опережаете все те новации, все те изменения, которые нам через какое-то время приходят. Подробнее о педагогической конференции мы расскажем завтра в 19.30 в программе «Местное время». Не пропустите. В преддверии Дня знаний по всей стране проходят всероссийские учения по антитеррористической защищенности образовательных организаций и отработке действий при совершении теракта. Сегодня такие мероприятия прошли во многих школах и детских садах Ангарска. Подробности расскажем далее. Это не кадры какого-нибудь боевика. Настоящее учение в ангарской школе номер 40. По легенде, вооруженные люди ворвали из здания, захватили заложников и удерживают их в спортзале. Через считанные минуты на место прибывают сотрудники силовых подразделений и проводят задержания предполагаемых террористов. Также все присутствующие отработали действия при обнаружении неизвестного беспилотного летательного аппарата. С каждой из поставленных задач участники учений справились отлично. Стоит отметить, что 29 и 30 августа подобные мероприятия проходят на территории всей России. Приняли участие все школы Ангарского городского округа. Кроме того, мы в этот же день отрабатываем навыки антитеррористической защищенности и у дошкольных учреждений. Я думаю, что эти навыки на сегодняшний день необходимы каждому педагогу, поэтому второй год подряд Министерство просвещения Российской Федерации и объявляет всероссийскую учебную тренировку. Сегодня во всех школах, колледжах и детских садах 88 регионов России учения проводятся совместно с сотрудниками МЧС, МВД и Росгвардии при содействии Национального антитеррористического комитета. Цель тренировок – отработать действия работников образовательных организаций для того, чтобы в случае ЧП они могли спасти жизни своих воспитанников. Егор Сорокин, Александр Черник, Местное время. Нечистые на руку мастерские. Клиент одного из ангарских автосервисов уверяет, что стали жертвами мошенничества. Владельцы сдавали свои машины в ремонт, оплачивали покупку новых запчастей, а взамен получали несделанную работу. Неоднократно пострадавшие связывались с руководством организации. Однако возвращать потраченные деньги им не торопятся. В деле разбиралась моя коллега Оксана Крикунова. В один из ангарских автосервисов Леонид Иванов обратился по старой памяти. Когда-то здесь уже чинили его машину, и Леонид не сомневался. В этот раз тоже помогут. После диагностики директор мастерской попросил мужчину внести оплату около 130 тысяч. Подвоха клиент не заподозрил и необходимую сумму перевел. А вот ремонта так и не дождался. Машину разобрал, то есть она на своем ходу приехала, но оттуда я забирал ее уже на эвакуаторе. Ничего по поводу отчетности по запчастям, которые он должен был купить, по поводу ремонта он не предоставил. И по сей день он никаких ответов, ни деньги не возвращает, ни купленные мной запасные части. Максим Алюнин приехал в этот же сервис, чтобы его автомобиль собрали после покраски. И вновь руководитель станции техобслуживания заверил, работа будет выполнена в сроке, но сначала нужно внести оплату. Ангарчанин, недолго думая, согласился. Вот только проблему его тоже не решили. Машину разобрали полностью. Для того, чтобы ее собрать, нужно было установить новые запчасти, торпеды, новую проводку. Я пошел в салон, салон отдал ему в мифический гараж, который он вскрыть не может до сих пор. Он объясняет это тем, что якобы тоже завтра, послезавтра. Прямо сейчас мы находимся на территории того самого автосервиса, где, как утверждают ангарчане, их нагло обманули. Работников на месте нет, двери наглухо закрыты. Чтобы вернуть свои деньги, пострадавшие решили обратиться в правоохранительные органы. Уголовное дело не возбудили, зато директор автосервиса наконец-то вышел на связь и заверил, ущерб компенсирует. Даже написал расписку. Правда, обещание это так и осталось на бумаге. Он говорит, я все узнаю, вам должны были скинуть. Кто мне должен был скинуть? До сих пор денег нет. Опытные водители рекомендуют не доверять ремонт своего транспорта сомнительному автосервису. Сейчас точка в споре между клиентами мастерской и ее руководителем пока не поставлена. Герои этого материала готовы бороться за справедливость и дальше. Наша телекомпания будет следить за развитием событий. Оксана Крикунова, Дмитрий Швецов, Олег Левченко. Местное время. В ногу со временем. Многофункциональный центр Иркутской области запустил новую форму приема посетителей. Ее главное преимущество в том, что теперь заявителям не нужно сидеть в очередях. Более 200 государственных услуг можно получить онлайн. Все благодаря сервису Видеоконсультант. Его специалисты в режиме реального времени выходят на связь с пользователями и помогают оформить пособие, оплатить штрафы, получить множество других необходимых справок. К слову, услуга сопровождения заявителя доступна и в Ангарском округе. Длинные очереди и долгое ожидание теперь не проблема для посетителей МФЦ. Многофункциональный центр запустил услугу, которая не только экономит время заявителей, но и решает все их вопросы буквально в один клик. И в этом уже успели убедиться многие ангарчане. Я сегодня пришел в многофункциональный центр. Мне нужна была справка. То, что мне нужно было, я получил. Я очень доволен. И, честно говоря, это очень быстро, качественно и проблем нет никаких. Спасибо большое за эту услугу. Сервис Видеоконсультант – это, можно сказать, некий проводник в мир современных технологий. Он помогает заявителям освоить цифровые навыки. Особенно актуальна новая форма приема для пожилых людей. Теперь им достаточно прийти в один из офисов МФЦ, пройти в зону пользовательского сопровождения и надеть наушники. Далее на связь выйдет консультант, который поэтапно объяснит, как получить государственную услугу. В Ангарске данный сервис работает с апреля этого года. В МФЦ оборудованы зоны СПС. Это бесплатные рабочие места с персональным компьютером и доступом к сети интернет, которые позволяют пользоваться порталом госуслуг. Сервис Видеоконсультант бесплатный и доступен без предварительной записи. И стоит отметить, что с недавнего времени им можно воспользоваться, не выходя из дома. Ход действий остается прежним. Перейти на портал МФЦ через компьютер и запросить помощь специалиста. А совсем скоро такой услугой можно будет воспользоваться и через мобильное устройство. Наталья Хмелева, Дмитрий Швецов. Местное время. 116 лет назад, 28 августа 1908 года, родился Павел Курдюков. Всю свою жизнь мастер был увлечен хронометрами. В 1969 в Ангарске открылся первый в стране музей часов. Именно туда Павел Васильевич перевез свою многочисленную коллекцию. Сегодня это одна из визитных карточек города Ангарска. В этом году мы выиграли инициативный проект, который называется «Детский музей. У нас можно все». И за счет этих средств мы преобразовали, покрасили, отремонтировали залы 18 века, зал 19, 20 века, зал германских часов. То есть сегодня у нас очень красивые залы. В 2023 году в честь 115-й годовщины мастера работники Ангарского музея часов создали книгу «Хранитель времени». В ноябре издание вышло в свет. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области находятся в отпуске. Однако, как показывает практика, это номинальный отпуск. Они продолжают работать на своих участках, встречаются с гражданами и посещают всевозможные мероприятия. Мы продолжаем общаться с некоторыми представителями областного парламента и завтра, 30 августа в 20.30 смотрите очередную серию. Актуальное интервью с Михаилом Новиковым на Актисе не пропустите. Такие новости к этому часу. Полную картину дня смотрите на сайте actistv.ru и в телеграм-канале Актис, Ангарский и Приангария. Далее эфир продолжит рубрика «Область спорта» с Егором Сорокиным и программа «Горвода». С вами был Данил Недзельский. До встречи в эфире. Здравствуйте, меня зовут Андрей Иванов. Это программа «Горвода». Сегодня мы в подробностях вам расскажем, как в Ангарске происходит подключение водоснабжения и водоотведения. Сейчас мы находимся в 95 квартале. Здесь строится новый дом и сейчас работы ведутся по строительству комплекса водоотведения. Он будет оттуда проведен вот до этого колодца. Это действующая канализация. Речь идет вообще о технологическом присоединении. Это болевая точка. Технологическое присоединение к сетям Ангарского водоканала, как водоснабжение и водоотведение, часто какие-то кривотолки вызывают. Хотя у нас есть отработанный и утвержденный во всех инстанциях тариф на подключение и на водоснабжение и на водоотведение, который включает в себя затраты и оплату за присоединение, стоимость километра или по метрам рассчитать, стоимость определенной мощности, которую заказывает заказчик. Если, допустим, по мощности смотреть, у нас 12 780 рублей, по-моему, за кубический метр мощности. Вот такая стоимость тарифа утверждена на данный момент. К сравнению по Иркутску там больше 90 тысяч. Вопросы возникают у частного сектора. Вот у меня дом такой-то, я всего там ничего, у меня потребляю, у нас там 30 метров трубы, а почему так дорого? Ну, как объяснить, что туда входит и проектирование, и налоги? У нас, кстати, и НДС, и налог на прибыль туда же заходят. И материалы, и земляные работы, и согласования всевозможные. Да там много чего. Там позиции столько, что если начинать разбираться, ну, еще раз подчеркиваю, все это прошло тщательное сито проверки в Комитете по экономике и финансам и службе по тарифам Иркутской области. И ни одна из этих организаций не задала нам ни единого вопроса. По нормативным документам время на реализацию технологического присоединения 18 месяцев. Этот срок указан в каждом договоре. Вот эти 18 месяцев с момента заключения договора на технологическое присоединение, повторюсь, как ранее уже сказал, необходимы для сбора исходных данных, в том числе инженерное изыскание, это геология, геодезия, климат, гидрогеология, решение вопросов с землей, если вдруг территории обременены или находятся в собственности, на архитектурно-строительное проектирование и на согласование данного проекта. Причем, обращаю внимание, что эти 18 месяцев, они даются на выполнение всего, что я перечислял, не только нам, но и заявителю. Потому что, опять же, как ранее сказал, договор тех присоединения, он распространяется до границы земельного участка. А от границы земельного участка внутри этого участка до объекта проектирование и строительство сетей должен выполнить заказчик. Казалось бы, 18 месяцев это много, но такой отрезок времени позволяет специалистам Ангарского водоканала получать конечный результат, отвечающий всем нормам и требованиям. В итоге у гражданина или организации появляется надежная сеть, которую можно эксплуатировать долгие годы. аналог прислать. Можно на бумажном. Есть какой-то бланк, да, установленной формы? Да, есть бланк заявления, где, в общем-то, перечень документов есть указан. После того, как заявитель получил условия, примерно понимает стоимость подключения, может обратиться с заявлением на отключение договора техпросоединения. То есть заявление также можно подать на госслугах, на сайте предприятия, ну и также бумажном, электронном виде направить в адрес предприятия. Тоже есть бланк заявления, указаны все документы, которые необходимо приложить. Важно, что Ангарский водоканал иногда отказывает в подключении и происходит это по объективным причинам. Проектная мощность, она рассчитана только для водоснабжения именно этих блоков. И дополнительные блоки мы уже подключить не можем. Но есть дальше, на расстоянии еще там, сколько, 30-50 метров, есть уже водообильная труба диаметром 300, вот к ней мы уже и будем подключаться. Все понятно. Поэтому еще вот эти нюансы, понимаете, люди смотрят на схему, говорят, так вот же точка. Можно же здесь подключиться. Чего вы меня тянете туда? А потому и тянем, потому что... Не просто потому, что захотели этого, да? Потому что да, если мы его здесь подключим, значит мы нарушим условия водоснабжения для уже существующих объектов. Вот это как раз еще один из моментов, по которым мы можем отказать. Потому что да, вроде как линия есть, трубопровод есть, но этого трубопровода, мощности его, пропускной способности достаточно только для водоснабжения уже существующих объектов. Здесь у нас идет подключение по водопроводу и канализации. На данный момент производятся работы по строительству сетей водоотведения. Сейчас канализацию вот эту копают, да? Значит, здесь по проекту один колодец вместе при соединении и два промежуточных колодца. Сейчас производят работы по монтажу колодцев. После расстановки колодцев уже эти колодцы будут соединяться трубопроводами. Скажите, а зачем вам веревка? Ну, что в случае, ну, страховочная. Если где-то пойдет, ну, обваливаться начнет в случае чего, чтобы подтянуть. Техника безопасности? Да, да, да. А вот сейчас что? Нужен вот этот ровный квадрат вам подготовить? Здесь надо ровную площадку сделать, то бишь, ну, и днища станет оно. Чтобы контур-укон был, колодец же будет устанавливать, чтобы укон был сюда. А, чтобы самотек был в канализации? Да, смотрит и потом это. Ну, в какую-то точку отметки берет. Слушайте, а бывало, что приходилось использоваться? Веревка этой. Да, всегда пользуемся веревкой. Я имею ввиду, что она пригодилась. Опасная работа. Ну, что, сначала здесь будут полностью завершены работы по строительству водоотведения, то есть канализации. Затем приступят к прокладке труб с холодной питьевой водой. И все работы будут завершены уже в этом году. Андрей Иванов, Александр Черник. Программа «Горвода». Приветствую, зрители! Программа «Область спорта». Очередная неделя близится к своему завершению, а это значит, что пора обсудить актуальные спортивные новости при Ангаре. Поговорим обо всем по порядку. За последние годы Ангарск стал площадкой для проведения десятка масштабных турниров по футболу. Спортсмены со всей области и страны борются за награды Кубка Льва Перминова, чемпионата для школьников, участвовали в лакоболе и многих других турнирах. Организация каждого из этих футбольных состязаний заслуга местной администрации и Ангарской футбольной федерации, у которой в планах еще не одни масштабные события. Чемпионаты по дворовому футболу в Ангарске проходят уже шестой год подряд. Представители Федерации футбола города отмечают, что всегда рады поддерживать подобные инициативы от местной молодежи и стараются ежегодно повышать уровень соревнований. Закончился дворовый футбол уровень. Мне очень нравится, мальчишки стараются, команды многие просто с дворов. Где-то у кого-то даже возможности нет, там формы купить еще что-то. В этом году чемпион уже поменялся, Алмаз стал чемпионом. Ну прям хороший турнир нынче прошел намного даже поинтереснее, чем в том году. Также за звание сильнейших борются все городские коллективы. В Лиге А явными фаворитами являются команды Смена, Буревестник, Гранд Байкал и Фортуна. А в Лиге Б – Баргузин, Смена Дубль, Баланс и Алмаз. В Лиге Б я считаю, что Баргузин на 99% выиграет чемпионат, а за вторые и третьи места там 3-4 команды будут бороться. Ну а Лига А – все как обычно. Смена, Гранд Байкал, Буревестник, Фортуна. Ангарская футбольная федерация уделяет большое внимание традиционным соревнованиям. К слову, уже в сентябре на центральном стадионе «Ангара» пройдут два масштабных турнира – Кубок Перминова и Кубок Мэра Ангарского городского округа. Планируется, что участие в каждом примут не менее 60 команд. Ну и на данный момент мы еще ведем активную подготовку к Перминова. На данный момент уже 43 команды дали свое согласие на участие. В планах у Ангарской футбольной федерации – популяризация спорта, поддержка юных спортсменов и проведение еще более крупных турниров. Мини-футбольный клуб «Ирайра» стал бронзовым призером Кубка губернатора Санкт-Петербурга. Турнир проводился в преддверии нового сезона Суперлиги России. В матче за третье место иркутяне боролись с местным кристаллом. Летчикам удалось одержать уверенную победу со счетом 4-1. Надеемся, что у нас все будет получаться. Нам надо было на этом турнире обкататься, как говорится, попробовать свои силы с соперниками Суперлиги. Что нас ждет, как говорится, впереди. Так что я надеюсь, что у нас все будет хорошо. Также стали известны даты дебютных матчей летчиков Суперлиги. 7 и 8 сентября в Иркутске местные спортсмены примут соперников из Ухты. А 12 и 13 числа Ирайра сыграет с Нижегородским Торпедо. А футбольный клуб Иркутск продолжает победную серию в чемпионате. 20-й тур для Бавров начался довольно сложно. А первые минуты встречи опасные атаки москвичей парировал вратарь иркутян Артем Цегулев. Во втором тайме Иркутск завладел инициативой. А на 80-й минуте встречи Владислав Брагин прорвал фланг соперника и выдал идеальную передачу на восстановившегося после травмы Аркадия Бондаренко, который воспользовался своим шансом и принес победу иркутянам. Шестая подряд победа в чемпионате позволила Иркутску остаться на пятой строчке турнирной таблицы. Следующая игра Бабров пройдет в Санкт-Петербурге. 31 августа футбольный клуб Иркутск сыграет против Динамо СБП. На этом у меня все. Следите за новостями спорта вместе с Актисом и будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok